МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Здравствуйте! Всех тех, кто сегодня собрался в этой студии, объединяет общее дело. Тревога за наших детей. Тема сегодняшнего вечера трудная, но она касается всех. Именно поэтому дело общее. Мы будем говорить о проблемах подросткового пьянства. Ситуация грозит национальной катастрофой, и если не принять срочные меры, то, возможно, Россию в 21 веке ждет очень печальное будущее. И почему мы сами равнодушны к тому, что с ними происходит? Ведь зачастую, совершенно не задумываясь, мы проходим мимо компаний подростков, которые распивают спиртное. Иногда и сами, чего ж греха таить, угощаем своих же собственных детей вином со словами. Пусть лучше дома попробуют, чем в подворотне. Откуда берутся эти мифы, и вообще, что здесь правда? Что может сделать государство, что может сделать школа, что может сделать семья, чтобы остановить подростковое пьянство? Сегодня об этом в этой студии мы будем говорить вместе с нашими гостями и экспертами. Но сначала я хочу предложить вам посмотреть фильм, и обратить ваше внимание, что герои этого фильма – это обычные дети из обычных нормальных семей. От одного до шести литров пива. От двух до пяти банок алкогольных коктейлей. Такую дозу алкоголя принимает среднестатистический школьник в России. Каждый день. Ситуация просто катастрофическая. На начало 2006 года официально признаны алкоголиками около 60 тысяч детей. Реальное число несовершеннолетних, страдающих алкоголизмом, намного больше. Посмотрите вокруг. То есть друзья ваших детей, вот если вы возьмете трек друзей, двое из них уже пьют. 2008 год. Эксперимент в обычном детском саду в спальном районе Москвы. Пятилетним малышам психологи предложили поиграть в праздник. Дети сели за стол и начали чукаться стаканчиками с водой. Пройдет всего несколько лет и воду дети заменят чем-нибудь покрепче. Я начал пить, точно не помню, но в 11-12 лет примерно. Ой, лет 12 все. Да, лет 10 лет. Первый раз, ну в лет 11, наверное. Там какой-то коктейль был. Согласно исследованиям, из общего числа употребляющих алкоголь, 92% россиян приобщились к спиртному в возрасте до 15 лет. А каждый третий до 10 лет. Ну, самому младшему нашему пациенту вообще-то было 7 лет. Ну, я начал 10 лет употреблять алкоголь. Прямо на день рождения. Ну, как бы, друзья сказали, давай, ну, уже 10 лет там. И мы начали. Сначала не так, потом уже большее количество началось. Больше, больше. Миша 15 лет. Он ученик первого курса технического колледжа города Москвы. Диагноз – алкоголизм. Кате 14 лет. Диагноз – алкоголизм ей поставили в 13. Ну, в нашем классе было человек 30. 10, наверное, не пила. Ну, нормальные все были, учились хорошо. А остальные все пили, курили. Мы не можем показать лица этих детей с точки зрения закона и этики. Но достаточно оглянуться вокруг, и вы увидите их. Возле киосков и магазинов. На скамейках, в скверах. Просто на улице. Дети с бутылкой пива или банкой коктейля в руках. Обычные мальчики и девочки. Школьники и студенты. Чуть ли не каждый месяц, вот ко мне на прием приводят подростка, 13-14 летнего, мальчика или девочка, который имеет эту проблему, проблему зависимости от алкоголя. И вот эта тенденция, к сожалению, она имеет особенность к усугублению. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, употребление в год более 8 литров алкоголя на человека в стране ведет к необратимому угасанию и от носа. В России среднее количество спирта на человека от 15 до 30 литров. Никто не учитывает, какая доля алкоголя приходится на российских детей. 10, 30 или 60 процентов. Если это ваш ребенок, то вам не важно, что там 80 или 60 процентов. А если вашего ребенка втянули в этот алкоголь, значит, для вас это уже, считай, конец. Я помню, даже после школы пошли как-то. Я взяла свою одноклассницу, еще с параллельного класса. Пошли в магазин сразу. А девчонка как-то предложила, пойдем тоже выпьем. Когда у Кати и ее подруг возникло желание выпить, они без проблем купили спиртное в ближайшей палатке. По закону продавать алкоголь несовершеннолетним запрещено. Мы проводим эксперимент, чтобы выяснить, действует ли этот закон. Это Настя, ей 15 лет, она ученица 9 класса. Это Павел, ему 16 лет, он студент колледжа. Владислава, 13 лет, учится в 7 классе. Николай, 15 лет, ученик 9 класса. Это обычные школьники. Сегодня они станут участниками нашего эксперимента. Добровольно и с разрешения родителей. Каждый ребенок получает задание купить в разных районах Москвы спиртное. Бутылку пива, банку алкогольного коктейля. Процесс покупки будет снимать мини-камера, спрятанная под одеждой. Детей, незаметно для окружающих, сопровождает съемочная группа. К палатке с надписью «Продукты» направляется участник нашего эксперимента, 16-летний Павел. А будьте добры, вот бутылку пива за самую кодиловую бульку. И коктейль у вас есть? Алкогольные коктейли, согласно последним социологическим опросам, самый покупаемый напиток среди детей от 13 до 17 лет. Разноцветные баночки стоят среди шоколадок и лимонада и маскируются под газировку в ярко раскрашенной упаковке. По виду они практически неотличимы. По цене тоже. Спасибо большое. Коктейли, да, это в принципе, я считаю, продукт, предназначенный для подростков, то есть не задуманный для подростков, потому что они чаще всего оформлены таким образом, что целевая аудитория понятна. Они такие же сладкие, они такие же вкусные, но в них есть немножечко алкоголя. Чем слабее, чем ярче накрашено, чем меньше градусов, тем большую социальную опасность представляет этот алкоголь. То, что все это направлено на наших детей. Две-три баны. Две-три баны. Две-три баны. Две-три баны. Две-три баны. Две-три баны, две-три баны, две-три баны. Это классика шару, да. После школы баночка, это уже у всех пошло в традицию. Есть, которые выпивали вот этих ягуаров, девять штук за раз. Некоторые просто ими живут и пьют каждый день. Лабораторное исследование одного из самых популярных у молодежи коктейлей. Содержание в нем этилового спирта 9%. А это значит, что одна банка коктейля эквивалентна 50 граммам водки. Две банки – это 100 грамм. При постоянном потреблении подобных коктейлей, ну, например, две банки в неделю, даже две банки в неделю, можно считать потребителя уже потенциальным алкоголиком. В составе коктейля также обнаружен кофеин. Результаты исследований показали, что в этом напитке содержится где-то 300 миллиграмм на литр кофеина. Одна банка этого напитка соответствует трем-четырем чашкам крепкого кофе. Если ребенок выпивает две банки, это, соответственно, 6-8 чашек крепкого кофе. Такая доза сокрушительна для организма даже взрослого человека. Ее воздействие еще усугубляется красителями, ароматизаторами, консервантами, подсластителями. Без них не обходится ни один баночный коктейль, потому что именно пищевые добавки делают эти напитки вкусными и привлекательными. В основном что предпочитаете любить? Ягуар. Ягуар? Да. А почему? Ну, вкусный. Вкус такой специфический, довольно-таки вкусный. И пьянеешь. Что-то добавляет. И пьянеешь быстро. Огромное количество химических веществ, которых даже не напишут на этикетке, употребляют наши дети. Вот лишь некоторые элементы из данного коктейля. Консервант Е211. Бензоат натрия. По последним данным вызывает изменение ДНК. Может стать причиной рака и болезни Паркинсона. Краситель Е129. Красный очаровательный. По мнению ряда ученых, ракообразующий канцероген. Запрещен в девяти странах Европы. У нас Е211 и Е129. ГОСТам разрешены. Потребитель напитка, на которого равняются ГОСТы, это взрослый старый человек. Был один раз случай. Ко мне приехала девочка. И как-то там был пацан. И мы решили там по семь банок аж выпили. И все, и домой пошла. Потом эта девочка ключи у меня забыла. Я решила к ней пойти. Обратно себе купили. У банок 10, наверное, коктейлей выпили больших. Эксперимент продолжается. Настя, ученица девятого класса, получила особое задание. Купить пиво в торговой палатке рядом со школой. Так же, как и многие взрослые, дети не считают пиво алкогольным напитком. Для подавляющего большинства подростков это что-то вроде кваса. Только круче. Пиво нормально все. Можно бутылочек 4, 3, 2. Хорошей компанией можно и 5, и 10. Можно и ящик выпить, в принципе, если есть желание. Да запьем. Очень много. Ящиками, да? Ну да, потребляем очень много пива. А что еще пить? Колокольчик, квас, минералка. Это все невкусно. Пиво, это один из самых опаснейших напитков. Я мог каждый день выпивать по 3 бутылки пива и по 2 банки коктейля. Каждый день. Кириллу, жителю Саратова, 16 лет. Диагноз алкоголизм второй стадии. Первый раз попробовал пиво в 12. Пиво относится к слабоалкогольным напиткам, но содержание спирта в нем от 3 до 12%. Один из компонентов пива – хмель, источник особых веществ – фитоэстрогенов. Это растительный аналог женских половых гормонов. Если ваша дочь пьет пиво, расскажите ей, что в будущем вероятность бесплодия и онкологических заболеваний для нее многократно возрастает. Избыток женского гормона в организме ребенка приводит к тяжелым нарушениям всей эндокринной системы. Обращали внимание, что очень много полных детей. Мальчики становятся похожими внешне на девочек. Почему? Потому что пиво может вызывать нарушение правильного соотношения между эстрогенами и андрогенами. То есть идет феминизация мужского пола, можно сказать. Употребление пива длительное ведет к тому, что к 25 годам, может быть и раньше, формируется такое вот феминное распределение жира. То есть это животики, это верхняя часть груди, это бабочка. Если ваш сын пьет пиво, объясните ему, существует серьезная опасность, что в 30 лет он уже будет не способен к нормальной сексуальной жизни, а в 40 станет импотентом. Вы вспомните эту рекламу, которая годами шла. Кто бежит за Клинским? Самый умный, самый красивый. Кого девки любят, бегут за Клинским пивом. Помните? Убедили молодежь, побежала молодежь. Кто бежит за Клинским? Да будущие ранние импотенты. Вот кто бежит за Клинским. Знать надо это. Необходимо также знать, что у ребенка впервые дегустирующего пиво. Естественная рвотная реакция на алкоголь не возникает, как в том случае, когда он пробует водку или самогон. Функция пива прокладывать к ним дорогу. По данным ученых, 90% сегодняшних алкоголиков именно с пива начали свое путешествие в никуда. Общественное мнение, мода, все направлено на то, чтобы сказать детям, алкоголь – это не опасно, алкоголь – это хорошо. Пиво – это вообще, пожалуйста, купил пиво, и ты молодец, и ты шикарный, и ты авторитет. Здрасте, а пиво можно? Участницы эксперимента, 15-летней Насте, пиво продали. Спасибо большое. По закону, магазины, торгующие спиртным, не должны находиться поблизости от учебных заведений. Путь Насти от школы до киоска занял примерно 2,5 минуты. За переменку можно успеть. Ограничение на распространение алкоголя, там, 300 метров возле школ, детских, учебных, говорит, все это игнорируется. Нарушение закона милиции не контролируется. Ребенка, покупающего алкоголь, и продавца, продающего спиртное ребенку, спокойно и равнодушно воспринимают окружающие. Наличие мятой 10-ти или сотеной рублевки. Все остальное не берется в расчет. Вот я могу сказать, даже если владелец подползет и протянет эту десятку, и что-то там покажет пальчиком, ему продадут. Это я уверен. На вопрос, пьют ли дети в школе пиво или какие-либо другие алкогольные напитки, большинство учителей, которых мы опросили, ответили утвердительно. Пьют они не только за пределами школы, но и буквально на уроках распивают спиртные напитки. Буквально при учителях они могут достать какой-нибудь легкий коктейль или пиво, а еще смешивают в бутылке от газировки коктейль и в перемешку с крепкими напитками, например, с водкой. Были и такие случаи. Таким вот коктейлем, когда водка смешана с тоником, школьники пытались угостить и меня. Да, на уроке. У нас на носу, можно так сказать, выпускной, а мы даже, ну мы решили не идти туда, потому что не видим резона, так как все наши одноклассники, даже вместе с учителями, сядут за спиртные напитки, а нам это, ну как-то неинтересно будет. Да, конечно, можно сидеть, не пить, просто смотреть интеллигентно. Вот, кто-то упал. Мы обследовали несколько школ в Красноярском крае, обследовали первые классы. Выяснили, что в первом классе регулярно, раз в месяц, как минимум, употребляют пиво 5% детей. Причем не считают это ничем зазонным. А в 11 классе, раз в месяц хотя бы, употребляют алкоголь 95% детей. Вы представляете, трезвые зашли, пьяные вышли. А уж выпускной вечер, нонсенс, понимаете, детей выпускают жизнь с бутылкой под мышкой. Когда уйдем со школьного двора Под звуки нестареющего пальца Учитель нас проводит до угла И вновь назад, и вновь ему с утра Встречай, учи И снова расставайся Когда уйдем со школьного двора Но мы удивляемся не тому, как, что 95%, мы удивляемся тому, как вот эти 5% сохранили вот эту трезвую девственность. Вот как они сумели сохранить при таком накате, при таком, так сказать, бешеном нажиме алкогольной пропаганды, остались трезвые. Вот что удивительно. Напитки алкогольные употребляют далеко не хулиганы, а как раз наоборот, чаще дети из обеспеченных семей, то есть это избалованные дети, и дети отличники, хорошисты. Вот, отец кандидат наук, там, мама, ну, тот тоже, в принципе, никогда не видел родителей своих пьяных, то есть, ну, как бы, были праздники, да, я помню, в детстве там спиртное, но это все как-то, я не видел никогда, что кто-то что-то ттался там, задрался, ругался, кричал. А попробовал я, как бы, с друзьями в компании, и как-то вот так получилось, и сразу же втянулся в это. Андрей – выросший ребенок-алкоголик. Ему 24 года, алкогольный стаж – 12 лет. С трудом окончил школу, бросил институт, не дотянув до третьего курса. Сейчас проходит лечение в реабилитационном центре, находится в длительной ремиссии. То есть, не пьет. Если раньше мы имели дело с ребятами из неблагополучных семей, и к нам привозили детей из интернатов, из детских домов, детей из сирот, полусирот, то сейчас поступают дети на обследование из благополучных семей. Дети, которые учатся в колледжах, в специализированных учебных учреждениях, с тремя языками. Дети, которые посещают спортивные школы, которые посещают музыкальные школы. Девочки после музыкальной школы идут и распивают спиртные напитки. Согласно социологическим исследованиям, подростки употребляют алкоголь в 60% случаев, потому что им это нравится, приятно. 15% детей объясняют, что снимают таким образом эмоциональное напряжение. Не хватало общения, наверное. И вот эта пустота, которая была внутри, я ее искал на улице просто. В какое-то время у меня мама с отцом разошлись, и мне казалось, что они меня не любят, что как бы, ну, им не до меня. И как бы хотелось привлечь их внимание, как-то что-то. И дома мне было, ну, не особо, мне было одиноко. Я в клубы, дискотеки, друзья, подруги и компании. И в одной компании выпивают, в другой компании колятся. И как бы я начала, то есть, тоже, ну, брать все от компании. По статистике, в 22% случаев из 100, дети начинают употреблять алкоголь за компанию. Если ваш ребенок не обладает лидерскими качествами, является ведомым, то попав в среду пьющих подростков, он обязательно начнет пить. Компании затягивают, все пьют, как бы, ты не хочешь быть белой вороной, и поэтому, как бы, вместе со всеми пьешь. Жену в компании, как бы, грех не выпить. Как бы, пила я только в компании. А в компании я был, ну, каждыми днями. Компания, как правило, разновозрастная. То есть, разница в возрасте, она 2, 3, 4 года между ребятами. Но правила такие, что употреблять спиртное надо равномерно. Поскольку они все, как бы, сбросились на это спиртное, значит, должно быть равномерное распределение этой дозы на всех. Но здесь есть подросток, которому 16 лет, и есть подросток, допустим, которому 13 лет. И нет, употребляет одинаковое количество спиртного. У детского и подросткового пьянства есть свои отягощающие особенности. Например, подростки не могут пить мало. Одним бокалом пива дети никогда не ограничиваются. Ежедневные дозы спиртного, которые употребляют подростки 14-15 лет, могут убить взрослого. Ну, в общем, литр 4,5 на одного человека. Да, или там, ну, это в обычный день, в будни, не в празднике. Воды только 4, платья ящиками пить. Ну, ящик в водке на троих. Ну, у каждого своя, думаю, кому нет. И градусы у каждого свои, да на сколько гораздо. Много? Ну, ***, пока блевать не начнем. Количество и частота употребления, оно, ну, просто иногда в голове не укладывает. Подросток уже пьет, 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 но до тех пор, пока есть что пить. Вторая особенность детского употребления спиртного в том, что рано или поздно ребенок начинает смешивать алкоголь с наркотиками. Крукулял, ты твою первую притихонку пришел. Дети в силу, так сказать, стремления к экспериментаторству и познанию чего-то нового, они предпочитают экспериментировать. К выпивке постепенно присоединяются травка, таблетки, клей, героин. Для ребенка, зависимого от состояния кайфа, уже не важно, чем его достигать. В ход идут любые вещества, которые изменяют сознание. Но всем наркотикам протаряет дорогу именно алкоголь. Кто-то приносит, а ношу, потом уже кто-то героин принес и не смогла отказаться. В 18 лет я уже сидела на игле, моя жизнь превратилась в ад, и я попала в реабилитационный центр для наркологозависимых людей. Началось все с компании и с пива, потом сигареты и уже дальше глубже. Не каждый подросток решится сразу вколоть себе шприц героина. А купить баночку пива и выпить его с друзьями – это легко, это не страшно и социально приемлемо. Наши исследования, которые мы проводили и проводим среди учащихся молодежи в школах города Москвы, в колледжах города Москвы, показали, что около 70% девочек уже к 12-13 годам знакомы с алкоголем. В России за последние 15 лет количество пьющих женщин увеличилось в 8 раз. 90% будущих мам впервые попробовали спиртные напитки до наступления совершеннолетия. Отсюда и возникает эта большая проблема, что мы будем иметь на выходе через несколько лет у этих детей, будущих мам, уже когда они не могут жить без табака, без сигареты и без алкоголя. Мы недавние исследования провели в Красноярском крае, в Нижегородской области, в Санкт-Петербурге, в Подмосковье. И оказалось, старшеклассницы девушки 9-й и 11-й, 9-й, 10-й и 11-й классы, оказывается, пьют больше, чем мальчики-сверстники. Как раз, дайте мне, пожалуйста, пиво. Самая младшая участница эксперимента, 13-летняя Владислава, без проблем смогла купить пиво в ближайшей торговой палатке. Благодатная почва для того, чтобы наши дети спивались целыми классами. Я хочу споить наших детей. Что я буду делать? Ну, что делать, раз я их хочу споить и уничтожить? Я, конечно, понижу цены на пиво, на коктейли и на вино. Потому что дети водку не пьют, потому что смысла нет. А вот на это я понижу. Причем понижу до нижнего предела. Чтобы ребенок, когда ему деньги дают на завтрак, 20 рублей, чтобы он выбирал то ли позавтракать, то ли пиво купить. Сверху дайте. Сверху. 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 Цены низкие. Мы спокойно можем себе позволить коктейли и так далее. Даже вот если родители дают деньги на занятия, к примеру, одно занятие у репетитора, один час, к примеру, стоит рублей 500. Вот. И вот, если даже делать выводы, то, что вот из этих 500 идешь гулять, на эти 500 рублей, там, 5 коктейлей можно купить спокойно. Я считаю, что в данный момент против наших детей, против нашей молодежи развязана самая настоящая война. Для чего? Для того, чтобы наше молодое поколение просто убить. Или все, в принципе, училась. Девочка у нас одна, она занималась спортом, она была мастер спорта, там, по гимнастике, она не пила вообще, то есть она занималась спортом. И в выпускной она напилась так, то, что, ну, как бы, ей там плохо было. И я с ней учился в одном институте на разных факультетах, и я как-то проходил там мимо дворок, и она сидит там с молодыми людьми, пьет водку. Вы поймите, что вся мощь пропаганды, средств массовой информации направлена на то, чтобы люди пили. И мы сейчас с тобой возьмем кровь из пальца. Сначала скажи мне, у тебя есть жалобы какие-нибудь? Жалобы. Ни на что? У тебя бывают главные воли? Иногда бывает. Иногда бывает. И ты как-то их снимаешь, избавляешься от этих головных болей, или они проходят сами? Проходят сами. Проходят сами. А сердечко? Никогда не давало себя знать? А печень? Почему? Правый бок, не болел? Нет. В общем, ты считаешь себя здоровой девочкой. В биохимической лаборатории московского наркологического диспансера номер 8 проводят анализ крови 14-летней Даши. Девочка попала на обследование из детской комнаты милиции. Патруль задержал школьницу, когда та с подругами распивала пиво в парке. Уникальный анализ позволяет определить патологические изменения в организме, которые вызывают алкоголь на самых ранних этапах. У нашей девочки мы обнаружили существенные изменения в функциональном состоянии некоторых внутренних органов. Результаты теста 14-летней Даши. У ребенка, внешне абсолютно здорового, начались органические поражения сердечной мышцы. Есть признаки ранней ишемической болезни сердца. Особенно пострадала поджелудочная железа. Это очень грозный признак. Который нельзя оставлять без внимания, потому что такое состояние, если оно хронически поддерживается при продолжающемся злоупотреблении спиртными напитками, оно может привести к формированию преддиабетического статуса, преддиабета, а затем и к заболеванию диабета. Это фактически инвалидность. К 20 годам подросток, употребляющий пиво, становится по своим физиологическим критериям ближе к 40-летнему человеку. В организме пьющего подростка необратимые разрушения начинаются незаметно. Ничего не болит. И поэтому признать, что ты алкоголик, это как-то... Какой же алкоголик? Да все же пьют. Все пьют. Я пью. А что я пью? Да я просто пиво пью. Я объяснял, ну ладно, это же нормально. Я вчера выпил, значит, сегодня мне плохо. Я сейчас зайду, выпью, и мне станет гораздо лучше. А так у меня все нормально. В этом возрасте здоровье кажется безграничным. И ребенок ничего этого не ценит. У кого-то из детей начинают выпадать зубы или волосы. Кто-то перестает расти и набирать мышечную массу. Много последствий разных. Вот синяки у меня под глазами остались на память о тех веселых днях. Что еще там, я не знаю, память, организм как-то, блин, я не знаю, весь разваливается уже, в общем. Почки болеть начинают, то печень болеть начинает. То просто как бы встаю с утра и чувствую уже усталость какую-то. Родышка появилась, плюс гепатит появился. Пьющий подросток обречен на ранние полиневриты. Сначала появляются судороги. Потом руки или ноги отнимаются. И это очень хорошо видно вот на больных, которые находятся уже там в третьей стадии. Вот бомжей, которые мы видим на улице, да, меняется походка. Она становится такой шарпающей, медленной, маленькими шишками. Вот это вот алкогольный полиневрит в такой уже запущенной стадии практически неизвечимый. Вот. Но начинается это все уже в подростковом возрасте, когда человек начинает завоупотреблять алкоголь. В Российской Федерации, это данные Министерства обороны, среди десяти ребят призывного возраста девушки могут надеяться только на двоих в будущей счастливой жизни. А восемь – это будущие наркоманы, будущие алкоголики, будущие пьяницы, будущие преступники, ну и так далее. По мнению врачей, разрушительное воздействие алкоголя на организм подростка, как правило, отсрочено по времени. Например, рождение в будущем умственно отсталого ребенка – это тоже результат употребления спиртных напитков до 18 лет. Один человек пропивает свое сердце, другой пропивает свою печень, третий – поджелудочную железу, четвертый – головной мозг. До седьмого класса Артем был круглым отличником. Блестяще успевал в гуманитарных предметах, мечтал получить высшее образование, стать юристом. Судьей я хотел быть, потому что у судьи есть личная неприкосновенность. Всегда у меня просто было какое-то такое отношение, что я хотел как-то в жизни, в среде такой работать какой-то, где нужно было там общение какое-то, что-то людям объяснять, разъяснять. Пить Артем начал в 11 лет, пристрастился к пиву. В день выпивал по 3-4 литра. Главной мишенью алкоголя стала психика мальчика. Белая горячка, алкогольные психозы. Артем прошел через это. Галлюцинации там можно вот, я там по деревьям там лазил, там и все такое. То есть это такое непредсказуемое поведение. То есть все, что появилось в голове, тут же сразу, в общем, это можно и сделать. При этом мысли, правда, не очень такие позитивные. После двух лет регулярного употребления пива, бывший отличник с трудом закончил 9 классов. О ВУЗе речь уже не шла. Артему поставили диагноз – алкоголизм второй стадии, частичная атрофия мозга. Ну вот, например, я не помню, вот, как я день рождения свой праздновал. Например, в этом году, вот, в сентябре он был, 22-го. Не сильно так помню, что там, в общем, происходило. Сегодня Артему 20. Он прошел курс сложной реабилитации и не пьет уже два года. Работает то грузчиком, то разнорабочим. Я ставлю печать. Вот, на коробке. Не самая веселая, конечно, работа на свете, но, в общем, все равно. Образований у меня нет. Ни денег, ничего. Врачи предполагают, что Артем родился с уникальным творческим потенциалом. Так это или нет, мы не узнаем никогда. Это очень печально. Я думаю, что таких детей в России очень много. К сожалению. Бывает то, что мы говорим родителям, то, что там идем на занятия к репетитору, куда-то там на тренировки. Ну, кто чем занимается. А сами идем, собираемся в компанию и опять выпиваем. Ну, как-то так проще. Бывает то, что просто родителям скажем одно и идем, как бы распиваем. Ну, а что? Они не знают, меньше знают, крепче спят. Подростковый возраст – это время обучения, впитывать в себя информацию, получать все больше знаний, умений, практических навыков. Но как только ребенок начинает употреблять алкоголь, его развитие духовное, физическое, интеллектуальное, культурное останавливается. Родители говорят, что, вы знаете, он у меня был таким способным ребенком. В первом, в втором классе он так хорошо учился, он все хорошо запоминал. А когда они появляются у нас, некоторые не могут выучить четырех строчек стихотворения. И это не потому, что они родились такими, а потому, что вот эти органические изменения мозговые превратили их вот в таких, будем говорить, умственных инвалидов. Алкогольное поражение мозга подростка начинается с незначительных симптомов – головные боли, головокружение, утомляемость. Наутро встаешь, просто ходишь так, ничего не понимаешь. И пока не выпьешь глоток, пива или чего-нибудь, просто будешь так ходить. Слабость была, уже как лень было все делать. Не вставать, ничего не хотел. Родители, как правило, списывают это на переходный возраст, не подозревая, что происходит с ребенком на самом деле. Уменьшается объем головного мозга, становится больше воды. Ухудшается ее отток по спинному мозгу, по каналам, и она начинает скапливаться в головном мозге. Потихонечку развивается гидроцефалия. И это избыточное давление воды, этой жидкости в головном мозге, дополнительно давит на головной мозг и дополнительно вызывает в нем атрофические процессы. Серьезные, колоссальные органические изменения мозговые. Мы уже не можем компенсировать то, что было упущено на протяжении нескольких предыдущих лет. Вместе со снижением интеллекта в подростке постепенно формируется так называемая алкогольная личность. Ее главные черты – лживость, агрессивность, пассивность, депрессивные реакции, сексуальные извращения, узкий и примитивный круг интересов, эмоциональное огрубение. У подростка нет критики к своему состоянию, к своей проблеме. А сами подростки воспринимают то, что с ним происходит, как нечто нормальное, ничего не происходящее. Алкогольная личность подростка подвержена частым сменам настроения, безо всякой причины. Тупая пассивность может мгновенно смениться злобностью и немотивированной агрессией. Некоторые родители даже не верят, что их ребенок стал злопотреблять алкоголем. И соответственно всю информацию, даже вот явную информацию, как бы неосознанно вычеркивают из сферы своего внимания. Это дети из интерната города Михайлов, Рязанской области. Большинство из них – дети пьющих родителей. Их мамы и папы лишены родительских прав. Таких детей в России сегодня миллионы. Наш интернат является одним из лучших в Рязанской области. Но и при этом будущее наших детей вызывает большую тревогу. А что касается обычных выпускников интернатов по всей России, 40% из них делаются алкоголиками, 40% попадают в тюрьмы и в большинстве с вами становятся рецидивистами. 10% кончают жизнь самоубийством, и только оставшиеся 10% находят силы начать нормальную жизнь. У всех этих детей, кроме родителей, естественно, были дедушки и бабушки. Так вот, эти их дедушки и бабушки в большинстве своем – не алкоголики, а нормальные обычные люди, которые и в страшном сне не могли представить себе, что готовят своим внукам такую сумму. Не могли представить этого, когда в праздник наливали тогда еще маленьким папам и мамам этих детишек вино или водку. Не могли представить, какое страшное преступление совершают, когда не обращают внимания на то, что их дочь или сын приходят после школы выпившими. Большинство этих детей в третьем поколении происходят из благополучных семей. Ну, родители, они обращают на это внимание, просто у них как бы сейчас, вот в современном мире, у них свои проблемы, они постоянно чем-то заняты тоже. Но воспитание детей не особо хватает времени. Как бы они это все перекладывают там то на бабушек, у кого есть такая возможность. Сами они постоянно на работе, и как бы, блин, им проще закрыться от этих проблем. Группа подростков в состоянии алкогольного опьянения совершила групповое изнасилование проходящей женщины. И, как позже выяснилось, жертвой оказалась мать одного из подростков, который был непосредственно участником, он был в этой группе, и он был участником изнасилования. Но то, что это его мать, он понял только уже сильно постфактум. Это Петр. Ему 18. Его срок 7 лет 6 месяцев. Осталось сидеть 5 лет и 1 месяц. Никто от меня этого не ожидал, как был. Тихий, спокойный, все время поздороваюсь. Пройду, помогу, чем надо. Тут такой всплеск. Так, как ты не веришь. Два года назад Петр был обычным школьником-девятиклассником. Днем учился, вечером встречался с друзьями. Пару раз в месяц компания выпивала, как и в тот день. Он пришел со школы к бабушке, как обычно. Зашел, помог ей по дому, и вот пошел к другу, к Ваське. К Васюмин, батю. Ну, в общем, мы напились. Напившись, подростки вломились в чужой дом, жестоко избили хозяина, а сам дом подожгли. В пьяном угаре, совершив преступление, мальчишки даже не пытались скрыться. Дальше, дальше пошли гулять. Ну и там, буквально недолго, наряд милиции взял у нас. Жизнь я перечеркнул тем, что злоупотреблял алкоголем, выпил, совершил преступление, и оказался в местах лишения свободы. Одноклассники сдавали выпускные экзамены, а 16-летнего Петра везли по этапу. Долучиваться пришлось в тюрьме. Сначала в так называемой малолетке, теперь в колонии общего режима для взрослых. Когда Петр выйдет отсюда, ему будет 24. Сейчас его дни проходят примерно так. С утра в 6 часов подъем, выправляемся все, умоемся, в столовую сходим, потом на работу. А к вечеру придешь в отряд, к вечерам время, письмо написать, телевизор посмотреть. Ну и все, 22, 00, спать. Так все примерно однообразно. Ну, здесь тяжело видеть каждый день одно и то же. Для меня это лично. Очень тяжело это. То есть ты просыпаешься, вот каждый день одно и то же, одно и то же. Другой заключенный, 20-летний Николай. Мы сидели, отдыхали, выпивали спиртное. Пришел мой друг, он пожаловался, якобы его кто-то избил, попросил помочь. Мы пошли на то место, где он говорил, что его избили, показать. И получилось совсем по-другому. То есть он показал на человека не того, просто хотел сорвать злость. Мы его избили, забрали ценные вещи. И выпил я не столь много бутылок в одну. На первом собеседовании, когда осужденный поднимается на отряд, ему, естественно, задается вопрос. А для чего ты совершал это преступление? Ну, дурак был. Такая фраза. И таких случаев, нелепых и страшных, здесь большинство. 90% всех преступлений совершаются подростками в состоянии алкогольного объединения. Колонии забиты до отказа мальчишками, которые украли, избили, убили, напившись до невменяемого состояния. Отсюда они выйдут другими людьми, повзрослевшими под влиянием зэковской морали. Со свежими наколками на теле. Больше половины из них вернется обратно. А дайте, пожалуйста, еще пиво, только... Давайте, заставимся. Спасибо. Чай врать, да? Все участники нашего эксперимента выполнили задание. Это оказалось на удивление легко. Нашей следующей целью было выяснить, как реагируют взрослые на компанию детей, прилюдно распивающих спиртное. Участники эксперимента все те же подростки. Им от 13 до 15 лет. Мы меняем содержимое бутылок и банок на воду и сок. Ребята располагаются на скамейке в одном из скверов в центре Москвы и демонстративно пьют. Мы проходим мимо и отводим глаза. Мы стараемся не замечать эти веселые компании и не думать, что рядом с нами, с нашего молчаливого согласия, спиваются дети. За три часа эксперимента пьющим детям не сделал замечания ни один человек. Они сейчас дуют пиво на улице при всех, и в метро, и ничего в этом зазорного даже и не видят. Мы часто собираемся, выходим на улицу вечером прогуляться, где-то соберемся в компании, на школьном дворе даже бывает. Даже бывает, что охранник выйдет из школы, посмотрит на это все и обратно зайдет. Вот на трибунах сидим, выпиваем. Максим, один из десяти обитателей центра реабилитации для наркоманов и алкоголиков при Покровской церкви в селе Ерино. Молодой человек приехал из маленького города под Питером. Этот центр – его последний шанс. Он начал пить в 12 лет. С 15-ти к алкоголю добавились наркотики. В невменяемых состояниях я вымогал деньги и воровал с дома, вещи выносил. И, кстати, очень интересный факт. Выносишь вещи с дома и все равно себе говоришь, что это все нормально. Так оно и должно быть. Это все нормально, никаких проблем у тебя, Макс, нет. Все хорошо, короче говоря. А это просто телевизор, ну зачем он им? Они его смотрят очень редко. А тебе сейчас нужны деньги, поэтому возьми его, отнеси туда, у тебя будут деньги. За очередную кражу его арестовали. Дали условный срок. В центре реабилитации он уже 16 месяцев. Здесь жесткая дисциплина. Алкоголики и наркоманы живут как монахи. Труд – молитвы. Они практически не общаются с внешним миром. Самостоятельно отлучаться из центра нельзя. Сейчас Максим не пьет, но желание выпить – болезнь – будет находиться в нем всю жизнь, как бомба замедленного действия. Слава Богу, есть люди, которые бросают пить и не пьют всю жизнь. Но все равно зависимость у них есть. Если он, не дай бог, по каким-то причинам когда-нибудь снова вернется к этому, он не удержится. Все. Его метаболитические процессы нарушены. Алкоголизм – это болезнь. Болезнь, можно сказать, неизлечимая. Пьющий подросток лишает себя своей личности и не проживает той жизни, которую мог бы прожить. Интересной, богатой, полноценной. Его судьба – непрожитая жизнь. Они продолжают жить, не зная зачем. Потому что никаких целей у них в жизни нет. Они не надеются создать семью, потому что они никого не способны полюбить. У них не на что содержать эту семью, потому что чаще всего это человек не работает. У них нет никаких обязанностей перед детьми и желания этих детей иметь. Все, что ему остается – один повторяющийся убогий день. У палатки с пивом или на скамейке в парке. В общем, это очень печальная история. И вот она начинается. Она начинается в подростковом возрасте. Я употребляю только благородные напитки в интеллигентной компании. Они с родителями, с друзьями. Там немножко вина или шампанского. В большинстве случаев дети первый раз пробуют алкоголь в своей семье. Это происходит либо случайно, не доглядели. Либо родители сами дают ребенку выпить для аппетита. У меня был раньше отчим, который мне покупал. Он сам пил и... ...довольно. Ну, раньше мне как папа больше нравилось то, что он мне разрешал. Он сам пил и мне разрешал. Некоторые родители детям предлагают алкоголь с одного года. Один год исполнился ребенку. И его поздравляют днем рождения. И дают ему выпить глоток водки. Ну, считается, ничего страшного. Поэтому, когда вы возмущаетесь, что ваши дети пьют, вы прежде всего загляните в свой бар, где стоят эти бутылки. И посмотрите на себя в зеркало. Почти 90% подростков открыто выпивают на улицах и в школах. Спиртное детям продают безоговорочно. Это происходит при полном попустительстве равнодушия взрослых. Родителей, учителей, правоохранительных органов. Законы, призванные защитить детей, не исполняются. Из трех детей в возрасте 13 лет, двое выпивают. Девочки начинают пить раньше, чем мальчики. Россия с 7 последних лет устойчиво занимает первое место в мире по детскому алкоголизму. Если мы сейчас не примем меры, то следующее поколение с этой проблемой уже не справится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok